Тему старых советских телевизоров. Куда их можно использовать? Я уже рассказывал, куда можно использовать плату УСР. С нее можно сделать генератор звука и также ультразвуковых частот с регулировкой ШИМ. Ну а сегодня поговорим о блоке питания. Вы мне начали задавать вопросы. Испытывали блоки питания и они не запускаются? Да, с этими блоками питания есть небольшие тонкости для того, чтобы их запустить. Эти блоки питания имеют защиту. Но защита построена не по такому принципу, как у современных блоков питания. Здесь нет обратной связи на оптопаре собранной. И стоит защита по первичной цепи. Роль ее выполняет транзистор. И она защищает блок питания от перегрузок, а также если ток потребления довольно слабый. И вот когда вы включаете блок питания без никакой нагрузки, он не будет запускаться. Он уходит в защиту. Чтобы этот блок питания запустился, нужно использовать какую-нибудь небольшую нагрузку. Вот я для этих целей подключил лампочку. Выход 15 вольт. Хотя можно использовать и другие лампочки. Допустим, можно использовать лампочку даже на 220 вольт, которая подключится на напряжение 130 вольт. Вот сюда вот эти две клеммы общие и 130 вольт. Нагрузка также не должна быть очень слабой. Поэтому у меня лампочка 20 вольт. Хотя некоторые пишут, что используют более слабые и тоже у них работает. Итак, смотрите. Сейчас я подключил лампочку. Четвертая и шестая клемма. Это на 15 вольт. Если посмотрите на схему, вы увидите вот эти две клеммы. Также, если вы не знаете, рабочий у вас блок питания или нет, я рекомендую в разрыв цепи первички, которую вы подключаете на 220 вольт, включить лампу. Я взял настольную лампу. Но здесь не светодиодная лампа или какая-нибудь другая экономка. А самая обыкновенная лампочка с нитью накала. Можно взять ватт на 50-60. У меня здесь 60 ватт. И вот она включена. Как раз разрыв цепи по первичному напряжению. И давайте попробуем запустить теперь этот блок питания. Видите, блок питания запустился. И теперь можно спокойно эту лампочку убирать. Конечно, рекомендуется использовать на входе предохранитель. Можете также самое из этих телевизоров снять плату фильтра. Она небольшая. И тоже использовать ее.